Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Сегодня в выпуске. Кубанским фруктам кубанские цены. МЧС предупреждает – сохраняется пожароопасная обстановка на курорте. Скейт-парк снова в строю. И сейчас обо всём подробнее. Август – время, когда прилавки на рынках ломятся от изобилия овощей и фруктов. И цены на продукцию местных производителей должны быть, если не низкими, то вполне умеренными. Тем не менее, в администрацию поступают жалобы от жителей города. Ценники на привозах не радуют. Невооруженным взглядом видно – на ярмарке-привозе в Благовещенской всё хорошо и со спросом, и с предложением. Покупатели прицениваются, дегустируют, выбирают, где продукция покрасивее и подешевле. Руководство к действию для покупателей на информационном стенде. Список продуктов с рекомендованными сельхозуправлением ценами. Завышение недопустимо, но, к сожалению, такое встречается. Вас устраивает вообще условия предоставления мест на ярмарке? Вот по проходимости людей, я смотрю, здесь очень много, да? Ага. Всё. Вопросов к администрации по предоставлению мест нет, да? Правильно я понимаю? Теперь у меня к вам вопрос тогда. Почему вы обманываете и нас, и людей? Почему обманываете? Почему? Я вам объясняю, почему. Вот смотрите, вот она фотография со стенда, да, где у нас стоит максимально установленная цена. Читать умеем? Умеем. Помидор розовый. Сколько здесь написано? Ну, 45. У вас сколько? Ну, давайте. Я вчера смотрел 50 рублей, а я там 40. Нет, подождите. Я сегодня сюда не смотрел, да? Я сейчас приехал, а почему вы не смотрели? По условиям мы как договаривались? Не успевал сейчас со своими. Что вы не успеваете, а потом люди приезжают и пишут мне жалобы. То, что мы не контролируем, мы обманываем. Не будем. Вы почему так себя ведете? Я сейчас говорю, не успел, я нас говорю. Ну, значит, давайте так. Я тут 40 поставил. Договоримся, сейчас вы ценник переписываете, и недельку, наверное, мы у вас место забираем. Эту неделю вы не появляетесь. Картофель, какая цена там? 23. 23 рубля, да? Это вчерашняя цена поставила. Ну, а почему вчерашняя цена? Вчерашняя цена, я вам скажу, что вы не надо обманывать никого. Я вам сейчас еще раз объясняю. Я цены контролирую каждую. Картошка на... Цена на картошку 24, как минимум, 3 недели у нас уже была. 25 вчера, еще раз говорю, 25, цены 3 недели не было. Места на привозе фермерам городские власти предоставляют бесплатно. Взамен на лояльную ценовую политику. Пенсионер Владимир Толстенев из Красного Кургана работает так уже год. На условия не жалуются. Вас ходили поблагодарить за то, что честные цены выдерживаете по условиям, которые предоставляются. Лук даже дешевле у нас максимально 25, здесь 20. Картошка хорошая, крупная, не мелочь, 23 рубля, как у нас на стенде все и прописано. Помидоры 45, рублей 40. Все соответствует. Спасибо большое. Для производителя что главное? Стабильный рынок сбыта. Попасть со своим товаром на прилавке супермаркета не так-то просто. Привоз – хорошая альтернатива. Давно торгуете? Да. И рассадой начал, да. Ну как, вам нравится условия? Да, да, вообще нравятся хорошие. Люди не знают, хорошие все. Все вот довольны ценами, скажите, все вот. Цены у нас недорогие. Ну а цены недорогие, вас это самих устраивает? Да, конечно устраивает. Нравятся люди хорошие. Покупатели не уйдут, если ценники не будут кусаться. Все устраивает, мы на нем целый год живем. Цены? Цены прием. Можно еще дополнить один день хотя бы. Ну, я помню, как-то у нас было еще в воскресенье. Время четверга. То есть не хватает одного? Не хватает одного. А летом вообще не хватает. График работы ярмарки привоза в Благовещенской будет скорректирован, если и правда есть в том необходимость. И за ценами присмотрят. Жалобы анапчан нашли свое подтверждение. Сейчас идет вал сельскохозяйственной продукции. Мы предоставляем сельхозтоваропроизводителям бесплатные места. Но, несмотря на то, что много людей сейчас выходит, ряд жалоб был на ценообразование, которое на ярмарке. Мы сейчас выехали, убедились, что единичные случаи на самом деле присутствуют. Идет завышение цен. Люди, которым мы предоставляем места, честно говоря, обманывают, что они не видели, что они не успели. Мы убедились в том, что говорят, что мы вчера не посмотрели, хотя эти цены уже действуют три недели. Поэтому будем эту ситуацию брать на контроль и ее исправлять, безусловно. На информационных стендах, кроме цен, также указаны телефоны контролирующих служб. Не стоит поддаваться на лукавство продавцов. Если стоимость продуктов завышена, обращайтесь в городские службы. На территории курорта сохраняется пожароопасная обстановка. Какие профилактические меры принимают службы города, обсудили сегодня на внепланном заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Открывая внеочередное заседание КЧС, заместитель главы Анапы Владимир Забураев напомнил о серьезности темы. Недавнее ЧП в Геленджике тому пример. Не допустить лесных пожаров – главная задача для всех служб. Начальник отдела надзорной деятельности в Анапе Александр Гузенко напомнил. Причина большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем. Ограничить въезд в леса – необходимость сегодня. Согласно федерального закона за профилактику в лесах отвечает у нас лесничество. У нас новороссийское лесничество, которое у нас и организует эти мероприятия. Но они совсем не успеют, поэтому, я думаю, всем главам, на территории которых находятся эти поселения, а также еще находятся эти лесные массивы, необходимо, наверное, сделать объезды и посмотреть, какие несанкционированные въезды на территорию леса мы можем там перекрыть своими силами. Завтра в Анапе открывается сезон охоты на перепелов. Выдано около 500 разрешений. Усилить работу именно с охотниками, потому что мы знаем, что от ПЖ поля у нас могут загораться, стерня может загораться. И также бывает, что специально поджигают в сторону ветра, чтобы птица взлетала и оттуда. Поэтому 500 человек – это, конечно, может быть и немного, но это серьезная гвардия, с которой нужно тоже работать. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков обратил внимание на проблему содержания сельскохозяйственных земель. Главам сельских округов дано поручение провести разъяснительную работу с собственниками участков и населения. Недопустимо разводить костры на приузадебных участках, сжигать мусор и сухостой. Высокая пожароопасность сохраняется. Температура воздуха в эти августовские дни достигает 37 градусов в тени при селе ветра 15-18 метров в секунду. Весь комплекс превентивных мероприятий должен выполняться неукоснительно, требует глава курорта Сергей Сергеев. С 2007 года в Краснодарском крае проходит конкурс на лучший орган территориального общественного самоуправления. В Анапе стартовал муниципальный этап конкурса. Лучшие органы ТОС разятся за возможность представлять курорт на краевом уровне. Общественники в Анапе – это не просто энтузиасты, это настоящие работяги. Городские власти всегда могут на них опереться и найти помощь в оперативном решении вопросов местного значения. Участвуем в субботниках, воскресниках по наведению чистоты и порядка на хуторе, берем деревья, кломбы, детскую площадку облагораживаем, посещаем ветеранов, берем какие-то судьбы. Анатолий Каверин демонстрирует комиссии, проделанную его органом ТОС за год работу. В 2011 году его участок уже был победителем муниципального этапа конкурса. Третье место стало стимулом подтянуться и снова в бой. Конкурсантов немало. Только в станице Анапской 12 ТОСов подали заявки на участие. Но есть стимул и воля к победе. В конкурсе мы участвуем для того, чтобы показать, что мы стремимся улучшить благосостояние, стремимся улучшить жизнь людей и показать, на что мы способны и чего мы можем сделать в этом хуторе, чтобы было лучше. Конкурсантов оценивают по 15 видам деятельности, которые прописаны в уставе органов ТОС. Высший балл – пятерка. Девять призеров наградят на сцене в день города. Три лучших квартальных комитета в городе, три лучших квартальных комитета в сельских округах, три домовых комитета. Тройка лидеров представит Анапу на региональном этапе. С 2007 года, вот уже 7 лет, мы побеждаем всегда. И мы первое, второе место, третье, всегда занимаем. Более того, мы привозим в муниципальное образование миллион рублей для благоустройства. Миллион на благоустройство родного хутера или станицы – есть за что побороться. Администрация курорта, в свою очередь, старается повысить правовую грамотность активистов ТОС. Работа общественников – неоценимый и бескорыстный вклад в развитие города и района. Руководители органов ТОС, безусловно, это наши первые помощники. Проблемы, вопросы, которые возникают у населения, становятся нам сразу же известными, что позволяет оперативно их решить. Кому, как не общественникам, знать, чем живет население и в чем нуждается. Пожелаем конкурсантам удачи. Киноакция «Кинематограф против наркотиков» стартовала в Анапе. Запланирован цикл встреч и профилактических мероприятий с молодежью сельских округов и города. Алексеевский дом культуры превратился сегодня в небольшой кинозал. Время летних каникул всегда повышенный риск для подростков пристраститься к пагубным привычкам. Педагоги и врачи провели с ребятами профилактическую встречу о вреде наркотиков и никотина. Ребята, думайте своей головой. Пока вы молодые, не надо употреблять ни наркотики, ни курение, ни алкоголь. Организаторы встречи считают, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наглядные короткометражные фильмы и мультфильмы показали ребятам, какие страшные последствия могут быть от употребления спайсов, наркотиков и никотина. От воспитания молодежи не остаются в стороне и ветераны. Своим примером ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Куприянович Коломойцев показал, что долголетия можно достичь правильным образом жизни и полезным трудом. Ребята пожаловались, что взрослые вокруг курят. В своих плакатах и рисунках в рамках конкурса они постарались отобразить свое отношение к наркотикам и постарались призвать взрослых, подать им положительный пример. И в продолжение темы «Здоровый образ жизни» и «Спорт» набирают популярность среди молодежи. 10 августа после капитальной реконструкции на курорте вновь открылся скейт-парк, давно полюбившийся экстремалам и напчанам и гостям курорта. В скейт-парке по вечерам, независимо будни это или выходные, всегда много желающих покататься на роликах, БМХ или новом веяние спортивного экстрима самокатах. Ремонт самого популярного среди спортивной молодежи места был взят под личный контроль главы курорта. Сергей Сергеев посетил площадку и принял решение – в таком виде скейт-парк оставаться не может. С начала июля закипела стройка, заменили покрытие, сделали специальную пропитку. Долгожданное событие для райдеров Анапы – открытие любимой площадки после реконструкции – свершилось. С 10 августа скейт-парк заработал в обычном режиме. Любители экстремальных видов спорта уже опробовали новое покрытие трамплинов. Самокатным экстримом Андрей Морозов занимается уже почти 8 лет. В рамках тура по Краснодарскому краю «Москвич» опробовал разные спортплощадки. Анапский скейт-парк на уровне. Хороший парк. Реставрирую его тоже неплохо. Все на уровне. Фигуры хорошие. Сами радиусы, все это сделано правильно. Никаких ошибок. Иван Сивцев каждый вечер приходит на площадку с младшим братом. Его он тоже к самокатному спорту приобщил. Говорит, что после ремонта кататься стало проще. Но по-хозяйски ремонт бы усовершенствовал. Когда его только начали строить, он был очень хороший. Но вот недавно его перестроили. Тогда он был весь в дырках. Мы сами заделывали дырки фанерой и гвоздями. Но вот сейчас его перестроили. Правда, есть некоторые недочеты. Например, нет железных скатов. А так хорошо. Экстремальные виды спорта набирают все большую популярность. Это, конечно, травматично. Но спортсмены готовы рискнуть ради острых ощущений. Всем страшно. Но это же экстрим. От него не уйдешь никуда. Кто-то прыгает откуда-то с вышек. Паркур. Кто-то катается на машинах боком. Это же тоже все страшно. Людям нужен адреналин. Поэтому это все существует. В любом случае спорт лучше пагубных привычек. Глава курорта планирует лично посетить скейт-парк и оценить проделанную работу. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазин изделий с камней самоцветов Тайной Медной горы. В субботу 15 августа в Анапе пасмурном возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26-27 градусов. Ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. В воскресенье 16 августа в Анапе малооблачно с прояснением. Возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 25-26 градусов. Ночью до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.